Фуриоса является прямым приквелом Безумному Макса 2015 года и рассказывает о том, откуда взялась лысая девчушка, как она потеряла руку и из чего началась большая погоня несмертного Джо. Фильм такой же скоростной, безбашенный и оголтелый, как и первая часть. Только в отличие от Ярости дорог, он делает несколько передышек в местных городах, чтобы не только подзаправить ваши эмоциональные баки, но и более детализированно показать, как же устроен постядерный мир вселенной Максимки. При этом практически никаких разговоров, только зубодробительный экшен. Конечно, трюки и постановка, перевешивающие всю существующую адекватность, не оправдывают творящиеся на экране безумие и отвагу. Но здесь на первый план выходит талант режиссера, который очень вкусно ее накрывает изобретательностью и динамикой. Проигрывает Фуриоса безумному Максу только своей неравномерностью, из-за чего картину разбили на несколько глав и качеством картинки. Здесь она то ли намеренно, то ли из-за нехватки бюджета чуть менее сочная, не такая плавная, и временами на ней проглядывается корявенькая CGI. А еще концовка не успевает заданному ритму, как следуя, проседая в песках, спасает ее только запоминающаяся и поистине страшная смерть главного антагониста. Насчет актеров. Анна Тейлор-Джой и Крис Хемсворт офигенно справились с ролями. Отмечу также детскую версию Фуриосы. Девочка просто в топ. В общем, вышел такой классный аттракцион, на пару баллов уступающий оригиналу. Так что если хочется нашпигованного безумием зубодробительного экшена, обязательно нужно идти смотреть. Я оставлю 8 из 10. Это однозначно один из лучших фильмов 2024 года.